добрый день дорогие пекари я рада вас приветствовать на моей кухне сегодня мы разберем вопрос который вы задавали мне достаточно много раз о том что такое солод зачем он нужен почему он бывает белый и темный и как его использовать солод я уже использовала выпечки вы могли его видеть в рецептах куличей вы могли видеть темный солод в рецептах заварных хлебов например темный лен или бородинский и вы могли видеть также белый солод в моем эксперименте где я пекла два пшеничных хлеба один солодом другой без посмотрите обязательно это интересно ну а сегодня я решила обобщить информацию о том что же такое солод и солодовые продукты и зачем они нам нужны в хлеб и печенье во первых что такое солод не нужно думать что солод это какой-то посторонний продукт совершенно непонятные неизвестно откуда взявшийся я думаю что достаточно много людей бывали на пивных заводах на экскурсиях и там вы показывали солод выглядит он как обычное зерно на самом деле это и есть зерно солод делают из ячменя из пшеницы из ржи и из других культур также но в основном это рожь и ячмень солод это активированное зерно то есть то которое начало прорастать его замачивают она начинает прорастать в нем резко возрастает в процессе проращивания ферментная активность и вот в состоянии вот этой высокой ферментной активности его быстро высушивают и потом либо в виде зерна используют либо смалывают вот это и называется солодом солод бывает светлый не ферментированный и темный ферментированный темный это специально термически обработанный в процессе этой обработки теряется ферментная активность его первоначальная и он становится такого достаточно темного цвета цвет может быть от карамельного до почти черного бывает красный такой коричневатый в основном красный солод мы используем хлеб и печенье вот собственно и все что такое солод отличается эти два солода темный и светлый только тем что светлый сохранил свою ферментную активность ту которая у него активизировал в процессе проращивания зерна а в темном солоде эта активность была прекращена в процессе его обработки кроме вот этих самих солодов в виде зерна либо в виде смолотого зерна вот такого порошка похожего на муку бывают различные солодовые экстракты обычно они жидкие они похожи на мед такие тягучие густые солодовые экстракты как правило продаются либо ячменные либо ржаные вот это у меня ячменный солодовый экстракт он темный экстракты также бывают светлые и темные из белого солода либо из темного но обычно в продаже все-таки мы можем найти экстракты темного солода они гораздо чаще используются сам солод продается фабричной упаковке вот я нашла такие по 300 граммов достаточно надолго его хватает для чего же нужен солод давайте разберем подробнее я уже сказала что в белом солоде высокая ферментная активность но в самой муке тоже есть ферментной активности когда мы запускаем процесс брожения эти ферменты включаются и начинают расщеплять крахмал содержащийся в муке на сахара постепенно в процессе брожения расщепление идет все дальше и дальше и в хлебе накапливается сахара потом мы чувствуем эти сахара во вкусе когда пробуем хлеб и он такой сладковатый чуть-чуть на вкус и мы конечно видим золотистую красивую корочку которая колируется именно за счет присутствия сахаров в хлебе за счет в той самой ферментной активности которая расщепила крахмал до сахара мука бывают различные ферментные активности бывают более активные бывают менее активны и результат может быть разные мы заранее не знаем насколько высока ферментная активность муки нам помогает накопить сахара долгое выбраживание я недавно отвечала на вопрос одного из подписчиков почему я не везде использую солод потому что я как правило применяю долгое выбраживание постепенно при длительном брожении крахмал все-таки расщепляется на сахара и сахара накапливается и мы видим красивую золотистую корочку и вкусный хлеб в итоге если мы хотим если мы заранее знаем например что у нас на этой муке выходит бледный хлеб невкусные может быть низкие мы хотим улучшить качество тогда конечно мы можем добавить белый со белый солод также является улучшителем для сдобы различной потому что кроме расщепления крахмала на сахара он помогает еще улучшить структуру теста улучшить его газоудерживающую способности таким образом увеличить подъем теста это очень актуально при достаточно тяжелой жирной сдобе на солод нам помогает улучшить текстуру поэтому его конечно можно использовать в результате тот хлеб который мы выпекаем солода он получается более высокий более пористый более красивый он дольше не черствеет он более высокий и мягкий есть одно но есть такая мука которая если я правильно помню слов называется солоделая то есть это там к которая смолота из зерна начавшего уже процесс прорастания то есть зерно хранили в каком-то влажном не очень подходящем месте и зерно начало прорастать его взяли подсушили смололи в муку так вот если процесс пошел уже активно это значит что вы по сути купили не муку уже солод если мы испечем из такой муки хлеб то хлеб получится клёклый липкий и невкусный что можно об этом сказать это значит что процент солода в муке имеет большое значение если солода слишком много если вся мука сводела это значит что мы получим липкий невкусный резиновый мякиш и то же самое происходит если мы добавим солода слишком много поэтому если вы не знаете точно какая была у вас мука какое зерно было смолото и какая ферментная активность у вашей муки лучше много солода не сыпать лучше сыпать 1 2 процента от веса муки тогда вы гарантированно улучшите результаты то есть может быть вы не получите прям супер супер результат но вы заметно улучшите результат своего хлеба следующий раз вы можете положить больше и посмотреть какой эффект вы получите но если вы сразу насыпите слишком много да еще ферментная активность вашей муки будет очень высокой в результате вы можете получить тот самый липкий невкусный резиновый мякиш в хлебе это то что касается белого солода если говорить о красном солоде я уже сказала что ферментная активность нем была остановлена в процессе его обработки и также в процессе обработки он приобрел очень ароматный и вкусный запах он такой почти кофейный он какой-то нежный вкусные сладкие он даже шоколадом и кофе пахнет при различной обработки у него может быть разный запах поэтому красный солод у нас используется в качестве вкуса ароматической добавки он добавляет богатство букету аромату нашего хлеба его используют не в сухом виде его обязательно нужно заваривать белый солод мы не завариваем потому что кипятком мы можем погубить ту ферментную активность которая у нас есть белый солод мы добавляем либо востуженные уже заварки например для ржаного хлеба температура где-то порядка 60 65 градусов и тогда у нас ферментная активность работает если мы используем красный солод мы спокойно можем залить его кипятком оставить до остывания получается такая красивая шелковистая густая масса похожая на горячий шоколад и вот этот горячий шоколад когда он уже остынет мы его добавляем в хлеб можем добавлять в заварки в заварных хлебах сразу же можем добавлять в само тесто то есть в различных комбинациях мы можем добавлять в принципе в любой хлеб красный солод может использоваться как в ржаных хлебах для обогащения и вкуса так и в пшеничных хлебах для того чтобы скажем так имитировать ржаной хлеб но если вы понимаете что вы хотите воздушный вкусный красивый хлеб с высокой пористостью но при этом коричневый и с легким ароматом ржаного хлеба вы можете вполне использовать красный солод такую сделать небольшую обманку и очень интересный результат получить например у меня на канале есть ржаная пицца потрясающе вкусно на мой взгляд вкуснее чем белая очень нежное тесто очень вкусное получается я думаю что ваши дети ваши гости если вы им испечете будет очень рада также можно делать пшеничный солодовый хлеб у меня тоже есть такой рецепт то есть мы его используем для подкрашивания и для дополнения вкуса ароматических его веществ то же самое относится к жидким экстрактам добавлять можно разное количество в зависимости от того какой вы хотите получить результат обычно на 500 граммов муки я кладу там 6 столовых ложек такого солодового экстракта жидкий экстракт как я уже сказала могут быть совершенно разные с разными названиями смотрите состав составе там будет написано что содержится здесь написано что используется для ржаного хлеба для придания аромата солода улучшение эластичности теста содержит ячмень ячменный солод и воду вот собственно и все и он такой слегка сладковатый интересный на вкус могут быть самые различные виды этих экстрактов названия и даже экстракт квасного сусла в принципе он тоже содержит ржаной солод я его тоже добавляю в хлеб и с применением красного солода как сухого так и в виде экстрактов замечательно делать квас домашний у меня есть рецепт на канале смотрите там идет примерно 100 граммов вот этого квасного сусла или солодового экстракта на 5 литров воды кипяченой плюс мы добавляем закваску сахар ржаную муку сбраживаем получаем замечательный газированный вкусный и полезный домашний квас ну вот наверное все что я хотела вам рассказать про солоды про белый про красный и про экстракты сейчас я подвину камеру покажу вам их поближе как они выглядят чтобы вы на внешний вид понимали что это такое давайте рассмотрим поближе вот это белый солод он достаточно крупинчатый похож на муку с отрубями но это цельно смолотое зерно поэтому собственно так и похож и когда мы замешиваем тесто мы можем видеть такие точечки вот этих отрубей которые здесь содержатся в самом тесте это красный солод по текстуре он более песочный менее мучнистый и он очень вкусно пахнет у него аромат прям даже не знаешь чем сравнить похож на шоколад солод бывает в разных упаковках читайте из какой культуры он сделан здесь ржаной ферментированный и солодовый экстракт здесь мне ячменно солодовый экстракт собственно все понятно ну вот пожалуй все что я сегодня хотела вам рассказать про солодовые продукты про белый солод про красный солод про то как он выглядит и для чего используется если что то еще не понятно пишите свои вопросы и комментарии буду отвечать буду читать все ваши вопросы и будем вместе печь и испечем еще много всего интересного кто еще не подписан подписывайтесь